Все тело облепляется вот такими звездами, ты прямо как в космосе И все, что мне нужно, это просто снять одежду Я сажусь в море и провожу ночь в море Что происходит там под водой? Воды держись, ты прочь Если честно, пляж меня пугает больше, чем даже... Всем привет, я Элли Динь, со мной моя собака Джина И сейчас я одна нахожусь рядом с морем на пляже И время уже 12 ночи, я здесь абсолютно одна Ну и со своим парнем, который снимает Да, всем привет А еще какой-то там мужик сзади лежит на лежаке, но это не суть важно И сегодня я хочу провести здесь ночь, а именно хочу немножечко, ну, так скажем, искупаться Если это так можно назвать, потому что ничего не видно, настолько все темно Немножко страшно, но я думаю, что будет круто Поэтому подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео А мы начинаем Я одела купальник, он сейчас вот под моей одеждой И взяла с собой также полотенце Но для начала давайте посмотрим, что здесь есть вокруг Там очень интересные скалы Вообще эта бухта очень небольшая И сам пляж небольшой Здесь есть лежаки, которые абсолютно бесплатно, я так понимаю, дают людям Но вечером и ночью здесь, естественно, пусто, никого нет Вот этот мыс, вот этот вот утес, он очень красивый Мне кажется, это просто вообще красоте невероятно Конечно, море ночью это вообще очень красиво, потому что это нестандартно Потому что у тебя небо сливается с морем И ты не видишь вот этой вот границы Ты просто слышишь волны, чувствуешь их А вода-то прохладная Не то что у нас в бассейне, в нашем доме, который мы арендовали Я думаю, вы видели ролик «Ночь в бассейне» на Вилле Так вот, у нас дома есть свой бассейн Там вода, конечно, теплая Здесь не так Ребят, я снимаю уже вторую ночь подряд Но, несмотря на это, я провожу очень круто день Не хочется вообще ложиться спать Настолько здесь здорово Я снимала, как все было днем классно и весело В мои сторис, в мой инстаграм Ссылку на него оставлю в описании под этим видео Я делаю очень много сторис в день, особенно здесь Поэтому вы можете посмотреть, что было со мной сегодня Сторисы, потому что доступны в течение 24 часов Напоминаю, что я нахожусь на Кипре Это Средиземное море Давайте заведем собачку Заходи, Джиночка, заходи Тебе же нравится Джин, ты же уже купалась в море Джин несколько раз купалась в море Но не в этой поездке, а в общем, в своей жизни Поэтому, я думаю, для нее это не в новинку А вообще, очень интересно, фосфорится ли вода Вообще, вода должна фосфориться сейчас в это время Юляву, Средиземное море Фосфорение – это когда в полной темноте Вы видите в море такие как бы искры И если ночью в полной темноте плавать в море То все тело облепляется вот такими звездами Ты прямо как в космосе Но так как здесь с берега светит очень яркий фонарь Ну, там какие-то виллы и прочее То мы здесь вряд ли увидим с вами фосфорение Просто фонарь мешает Надо, чтобы была прямо кромешная тьма И это больше видно, когда ныряешь под воду Здесь очень классно Здесь такое классное небо Такое классное море Все очень классно Вообще, я очень люблю путешествовать Я постараюсь путешествовать почаще И чаще снимать в таких поездках Если вы тоже любите путешествовать Ставьте палец вверх Давайте посмотрим, сколько нас таких любителей путешествий Ну что, ребят, я, пожалуй, переоденусь И попробую немножко оболоснуться Держи собаку, не переодевайся Ты будешь снимать, что ли? Нет А, ну да Все, что мне нужно, это просто снять одежду Итак, я готова, собственно Ребят, делаю это только потому, что видео называется Ночи в море Так бы я, наверное, не стала Я, если честно, не очень комфортно себя чувствую Когда не вижу, что происходит там под водой Несмотря на то, что это как бы, ну, берег И тут небольшая глубина Ну просто фиг знает, какие гады тут могут приползти из моря Ребята, ныряю Ладно, я захожу в море, короче Так, пока здесь вроде мелко Оу-оу-оу Начинается какой-то спуск А что это за черная фигня здесь? Тут черная фигня какая-то плавает Шлепки убегают Лови шлепки Тихо Вы чуть шлепки не потеряли Никогда не оставляйте, короче, шлепки прямо Типа там, где волны застают Все, потом их не найдешь Ребята, нём мы здесь были Здесь было столько, много людей Просто яблоко нигде Все лежаки заняты Люди сидят на лежаках Просто на песке Короче, очень много народу было Ну, наверное, ещё из-за того, что были выходные Поэтому, как бы, там ещё местных было дофига просто Я по колено, короче, зашла Видишь, а тут медузы не могут быть? Нет, не может Блин, а то я знаю одну мою знакомую, которая укусила медузу до вот такого вот ожога, который не проходил несколько месяцев Итак, ребята, я сажусь в море и провожу ночи в море Ой, какое солёное море Слушайте, ну что сказать, ребята Я себя чувствую рыбой Рыбой Дорадой Джина боится заходить Джинка, здесь очень круто, заходи Иди сюда скорее, моя девочка Ой, ты умница какая Ой, как хорошо Заходите сюда Видишь, да я даже присела Ты умница, она сама идёт, смотрите Ты умница, иди скорее Не хочешь? Убегаешь? Короче, Джина сказала Да, ну у вас нафиг С вашими идеями ночными Слушайте, тут на днях говорили, что в Греции было землетрясение Это было, знаете, когда в первую ночь, когда мы как раз приехали И я хочу сказать, ребята, что я той ночью просыпалась Я не знаю, почему очень тревожно спала и просыпалась Может быть, из-за этого, может быть, я что-то чувствовала Но из-за того, что мы были очень уставшие с дороги, не было какого-то ощущения там землетрясения То есть конкретно я не почувствовала Может быть, оно повторится Говорят, что может повториться в ближайшие дни Ну, короче, будем наблюдать за этим Если что, я, конечно, сниму, ребят Круто! Я одна ночью в море Вау! Не, на самом деле, чуть-чуть, если так присмотреться, видно, что фосфорится Но, конечно, свет с берега мешает Ну, на самом деле, это моя не первая ночь в море Потому что я до этого, когда мы путешествовали на яхте Плавала ночью в бухте То есть в воде прямо с борта рыбы и плавали И, конечно, ну, как бы было такое, знаете, непонятное ощущение Там фосфорение, когда было, было хорошо видно Там такие рыбы проплывали большие, было видно, потому что они фосфорились Но, если честно, пляж меня пугает больше, чем даже море Ребят, я, конечно, помню тот самый сон, где мне старуха говорила, что от воды держись ты прочь И вы многие писали мне в комментариях под предыдущим роликом Ночью в бассейне навели Но! Мне что, теперь не отдыхать? Не ездить на море? Если я приехала на море, вообще сюда не ходить? Ну, я не знаю, это очень... Я не знаю, я не хочу терять такую возможность Это, наверное, неправильно Поэтому я снимаю на камеру каждый раз, когда захожу в воду Мало ли что, хотя бы снимется это на камеру А что, если вы сзади видите какие-то лица, как вы обычно видите? Потому что я, когда нахожусь непосредственно вот здесь и сейчас, этого не особо что-либо вижу Но если вдруг... Вы, конечно, принт-скриньте и отправляете в предложку, в группу Но, честно говоря, вы меня в тот раз, когда я была в Москве дома, из пленки напугали настолько Что у меня просто, ну, не знаю, в какой-то момент я потеряла контроль над собой Над всеми происходящими событиями Ну что, ребят, я накупалась Вода, на самом деле, достаточно теплая Пойдемте, теперь буду вытираться полотенцем Ну что, ребят, я уже провела здесь достаточно времени И теперь прямо в полотенце пойду домой Благо, до дома недалеко Получается, что я и в море ночь провела Поэтому подписывайся на мой канал И увидимся в новых роликах